МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости дня в студии Елена Катаржина. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переговоры зашли в тупик. Бунт подавили силой. Бойцы УСИН провели масштабное учение. Ни беспорядков, ни давки. В Великий Новгород вместе с питерским Динамо вернулся большой футбол. Аншлага не случилось, но хозяева уехали с победой. Туристический бренд с историей. Старорусский Петрушка принимает участие во всероссийском конкурсе. Как помочь ему победить? В Любытине начались выборы главы района. Кресло стало вакантным после перехода прежнего руководителя Тимофея Гусева на должность вице-губернатора. А сегодня конкурсная комиссия выслушала программы кандидатов и определила финалистов. Людмила Александрова подробнее. О своем желании стать главой Любытинского района заявили трое. Сергей Севец, первый заместитель покинувшего пост руководителя муниципалитета Тимофея Гусева, ведущий специалист юридического отдела районной администрации Елена Богданова и Андрей Устинов, совладелец базы отдыха Любытина Худер. Первый этап выборов по новой схеме – собеседование с комиссией. Это презентации, программ и ответы на вопросы присутствующих. Все они давно живут в районе, они уже все, в принципе, знают проблемы, но не все они сталкивались именно с управлением этим проблемом, с решением этих проблем как таковых. Поэтому, возможно, некоторым кандидатам понадобится некоторое время на то, чтобы провести некий аудит для понимания, как решать, что решать, с кем решать, какой ресурс. Потому что один человек все равно это не сделает. Нужна командная работа, вся администрация, жители в том числе. Кандидаты были солидарны в оценках. Главные – любытинские проблемы. Дороги, здравоохранение, благоустройство, инвестиционная привлекательность района и другие. Главе любытинского района предстоит достаточно большой фронт работы. К тому же ситуацию серьезно усугубили два июльских наводнения. Будущему главе предстоит решать и эту проблему. Но свои предвыборные программы кандидаты построили по классической схеме. Мои предложения не оригинальные. Это сбалансированный рост экономики, доступные и качественные услуги для населения, что позволит повысить экономическую устойчивость, а следовательно и благосостояние наших жителей. Другими словами, необходимо создать комфортную и безопасную территорию для бизнеса и для жизни. В своей программе СИВЕЦ опирается на грамотную реализацию муниципального бюджета. А зависит это, по его словам, от рационального использования земельных и имущественных ресурсов. Елена Богданова здесь видит проблему в том, что земли находятся в неразграниченной государственной собственности и не приносят дохода. Здесь целью является как можно больше их передачи в частную собственность. Публикация посредством интернет-сайтов, карт территорий со свободными и пригодными для строительства землями. Их реклама. В свою очередь Андрей Устинов, среди прочих, продвигал идею всеми силами уменьшить миграционный отток трудоспособного населения района. Мы должны предоставлять им здесь достойные условия и проживания, и работы. Имея такие потенциалы, как лес, как камень, как щебень, как песок, мне вообще не очень понятно, почему мы не можем здесь обеспечить достойные дороги, не можем обеспечить достойные жилья. В итоге комиссия вынесла вердикт. Сергей Севец, 18 поднятых рук за и одна против. Наступление Елены Богдановой не получило ни одного голоса в свою поддержку. Андрею Устинову достались 6 против и 13 за. Таким образом, в заключительный этап выборов, который состоится 28 июля, переходят два кандидата. Сергей Севец и Андрей Устинов. Из Люботинского района Людмила Александрова, Сергей Корнев. Новости. Новгородское областное телевидение. Главная региональная предвыборная кампания в разгаре. Кандидаты на пост губернатора Новгородской области продолжают сдавать документы в избирательную комиссию. В субботу подписные листы в избирком передал Антон Морозов. Кандидат от либерал-демократов воспользовался своим правом застраховаться от брака в документах и представил в избирком 137 подписей избранных депутатов и глав. Напомним, для прохождения муниципального фильтра претендентам на кресло главы региона нужно заручиться поддержкой как минимум 131 народного избранника. По сложившейся уже традиции, после подачи пакета документов в избирательную комиссию, кандидат Антон Морозов назвал фамилии тех, кто в случае его победы может стать сенатором от Новгородской области. Добавим, Антон Морозов стал третьим кандидатом на пост губернатора Новгородской области, который представил в избирком подписи муниципальных депутатов. В пятницу это сделали Андрей Никитин, поддержанный Единой Россией, и Ольга Ефимова, кандидат от КПРФ. Четверо оставшихся претендентов на пост губернатора должны представить документы в избирком до 26 июля. После, в течение 10 дней, комиссия должна будет их проверить, и к 4 августа будет сформирован список фамилий, которые впоследствии войдут в избирательные бюллетени. Сотрудники региональной службы исполнения наказаний воспроизвели сюжет бунта на броненосце Потемкин. Исторический сценарий лег в основу легенды учений. Кристина Авелян с места событий. Продукты тухлые, каша не сладкая. Под предлогом недовольства работы тюремной столовой, заключенной новгородской исправительной колонии, устроили дебош. Осужденные оккупировали территорию, подожгли хозпостройку и вооружились дубинами. Подавлять массовые беспорядки по тревоге был вызван сводный отряд всех учреждений УФСИН. Группа ведения переговоров, патрулирования, оцепления, связи и спецназ. В первую очередь зачинщиков пытаются угомонить мирным путем. Иногда переговоры с преступниками растягиваются от пары часов до нескольких дней. Посмотрите на все происходящее разумно. Подумайте, что способствует совершению варьи подобного акта. И к чему это может привести. Будьте благоразумны. Бунтовщики за словом в карман не лезут и в грубой форме дают понять, что на уступки не пойдут. В бой идет бронетехника, отряды наступают на зачинщиков, которые не торопятся сдаваться. Кстати, на учениях по обе стороны баррикад сотрудники УФСИН. В роли бундарей тоже оперативники. Слаженными действиями шаг за шагом спецслужбы загнали дебоширов в угол. Когда происходят массовые беспорядки с заключенными, это более усиливает сопротивление, так как люди спецконтингент, уже находились в местах лишения свободы, имеют свой криминальный опыт, как говорится. Поэтому с ними надо больше прикладывать усилий. Сегодня работу новгородского подразделения службы исполнения наказания оценивала комиссия ФСИН России. На этой неделе в регионе идет плановая инспекторская проверка, которая проводится раз в пять лет. Главное быстро действовать и знать, как это быстренько, без потерь личного состава, ликвидировать все эти, пресечить эти чрезвычайные обстоятельства. Вместе с тем, если мы будем затягивать эти вопросы, то, соответственно, это создает угрозу населению, в том числе, и что это выйдет за пределы этого учреждения. По итогам новгородские специалисты продемонстрировали готовность ликвидировать чрезвычайную ситуацию. Кстати, на настоящий момент на территории области подобная тактика отрабатывалась только в рамках учений. Будда в заключенных в местных колониях еще не было. Кристина Абелян, Владислав Ковалевский. Новости. Новгородское областное телевидение. В Великом Новгороде продолжается традиционный летний конкурс на самую благоустроенную территорию. В этом сезоне на титул лучшего уголка областного центра претендует почти 70 территорий. Проявить инициативу и похвастаться результатами своего труда смогли не только жильцы многоквартирных домов, но и управляющие организации, образовательные учреждения и потребительские кооперативы. В этом году название «Самые благоустроенные» претендует 69 территорий. Их принимали до 30 июня. Победителей выберет комиссия, состоящая из 11 человек. В комиссии у нас специалисты из отделов центров, потому что они самые близкие у нас по районам мини-мэрии, так называемые. Специалисты комитета архитектуры, комитета по правительственным коммунальным хозяйствам, то есть специалисты, которые занимаются благоустройством города. Конкурс проходит по шести номинациям в каждые по три призовых места. Традиционно будет выбран самый красивый новгородский двор, самый цветущий балкон и самая уютная территория школы или садика. Победителям будут вручены дипломы, а также денежные премии в размере от 2 до 9 тысяч рублей. Сейчас комиссия подводит итоги конкурса, а победители будут объявлены в конце сентября. Большой футбол вернулся в Великий Новгород. Первый матч на стадионе «Электрон» провел петербургский клуб «Динамо». Новгородское поле стало для него запасным. Как новгородцы встретили новый клуб, расскажет Максим Широковских. Попрощавшись с Тосно и матчами футбольной премьер-лиги, новгородские болельщики переключили свое внимание на местный клуб. Иначе объяснить практически пустые трибуны стадиона «Электрон» в минувшую субботу не получается. Естественно, поддержать петербургское «Динамо» и «Воронежский факел» приехали их болельщики. Но былого ажиотажа вокруг большого футбола в Великом Новгороде не было. Когда построили стадион, мы не думали, что таким успехом и с такой радостью будут приняты все игры новгородских команд, новгородской спортивной школы. Мы заключили соглашение с клубом «Динамо» «Санкт-Петербург». Команда очень древняя, 1922 года, с большой историей. На четыре пока игры. Жалко, что сегодня в субботу днем очень мало новгородцев, но праздник большого футбола в Новгороде продолжается. Однако после стартового свистка, внимание тех, кто все-таки пришел на стадион, с пустующих кресел переместилось на поле. «Динамовцы» активно начали игру, в первые 10 минут создав несколько моментов у ворот факела. Практически весь первый тайм игра прошла на равных, но на 30-й минуте удачливее оказались петербуржцы. Мяч в воротах воронежцев оказался благодаря игроку факела. Во втором тайме накал игры стал чувствоваться сильнее, игроки стали нарушать правила. Воронежцы пытались отыграться, имели опасные моменты. Но точку в игре поставил мяч, забитый «Динамовцами» на 90-й минуте. 2-0. Третья победа «Динамо» в сезоне и первая в Великом Новгороде. На послематчевой пресс-конференции тренер петербуржцев отметил, что вполне удовлетворен новгородским стадионом. Но волнующий местных любителей футбола вопрос, что дальше, остался без ответа. Изначально причина нашего суда переезда – это была невозможность проведения в Санкт-Петербурге. В первую очередь, мы, наверное, все-таки должны отталкиваться от наших болельщиков, которые, наверное, все-таки не совсем сюда удобно добираться. Поэтому посмотрим. Давайте проведем те игры, которые здесь запланированы. Ну а дальше уже руководство решит, где нам более приемлемо. Довольными остались и те, кто пришел на стадион. Многие планируют посетить и остальные матчи «Динамо» в Новгороде. А это подтверждает, что новгородцам нужен большой футбол. А мы рады, конечно. Положительно. Положительно. Потому что куда нам вообще ходить на футбол? Без большого футбола мы уже давно. Своей команды нет. А там второй год уже привыкли. Да, уже привыкаем. Уже готовы. Нам нравится. Просто вылететь, будем на то, что ходить. Да, мы ходим постоянно. Максим Широковский, Владислав Ковалевский. Новости Новгородской областной телевидении. 749-ю годовщину основания села Броница отметили накануне жителей и гости исторического поселения. С праздником сельчан поздравил вице-губернатор Сергей Сорокин. Праздничные гуляния в Бронице, как обычно, развернулись у сельской администрации в небольшом тенистом сквере. Это пришлось как нельзя кстати, так как уже к полудню солнце начало непривычно для этого лета припекать. Здесь же среди зелени для гостей праздника были организованы выставки, благодаря которым можно было узнать о том, как и чем живет село. Очень большое поселение. Здесь почти 3000 жителей. И несмотря на такую плотность, очень чисто, очень ухоженно. Красивые дома и красивые дворы. Ну а то, что представлено на выставке, на которой мы сейчас находимся, просто говорит о том, что люди, жители поселка, они очень хозяйственные и очень такие домашние. На главной сцене чествовали детей, которые родились в Бронице в этом году, а также семейные пары, празднующие бриллиантовые, золотые и серебряные свадьбы. Благодарственные письма губернатора Новгородской области и главы Новгородского района вручили лучшим сельским педагогам, в их числе Татьяна Васильева. Она родилась здесь и около 20 лет работает в Броницком детском саду. Это самое красивое, самое доброе. Здесь все родные, все близкие. Здесь, как говорится, могилы моих близких. И это самые родные, близкие места. Они никогда не посещали мысли приехать куда-нибудь в большой год? Нет, почему были такие мысли, были такие возможности, но всегда возвращалась сюда. Я об этом не жалею. Празднование Дня села продолжалось до позднего вечера. Организаторы подготовили обширную программу. Подарком жителям и гостям стали выступления творческих коллективов, как местных, так и из других уголков области. В Старой Руси инициативная воспитательница детского сада в одиночку пытается продвинуть туристический бренд. Сказочный символ города на полесте ярмарочно-купеческий Петрушка участвует сейчас во всероссийском конкурсе. Как помочь ему победить, расскажет Алена Сухтина. А сейчас, а сейчас представление для вас. Подходи сюда, народ. Смотри, и слева, и справа район Петрушкин вам покажет завал. Отходи, и не пожалеешь, и много картинок потешных возреешь. Знакомьтесь, это Светлана Петрова. Воспитатель детского сада, творческий человек, и не побоимся этого слова, создатель сказочного символа Старой Русы – Петрушки. Этот персонаж был широко известен на Новгородчине еще в 15 веке. О том свидетельствуют археологические раскопки. Русса была одним из ярмарочных центров, а потому балаганные Петрушки, Петрушечный райок и даже Петрушкина шарманка веселили наших предков много веков. Народная ярмарочная кукла вернулась в жизнь города-курорта в 2012 году. Тогда Петрушка попал на сказочную карту России и был придуман особый образ нашего Петрушки. Наш Петрушка будет ярмарочный купеческий, где у него будет черная жилеточка, красная богатая рубаха, на поясе будет мешочек, куда-то затеркнул, мешочек с солью Петрушкиной, потому что соль можно одновременно высыпать в глазки, также можно с солью расплатиться, на ярмарке поживиться. Это черные штаны, красивые сапоги красные, но, конечно, колпачок с бубенчиком. Дома у старорусского Петрушки пока нет. Небольшой музей, в котором представлены и рисунки, и костюмы народного героя, и сам Петрушка в самых разных техниках, находится в одном из холлов детского сада. Здесь же создаются интерактивные программы, и все это для маленьких воспитанников золотой рыбки. У нас это проект воспитатель, родитель и ребенок. То есть у нас охвачены все сферы деятельности. Поэтому, если видеть со стороны, не то, что изумительные глаза деревятишек, а восхищенные, они настолько увлечены своим творчеством, что когда приходят родители на мастер-класс Светлане Ивановне, то это видно действительно, что они дома рассказывают то, чем они занимаются в детском саду. Продвигать сказочный старорусский бренд в одиночку не так-то просто. Мечтают создатели Петрушки наладить выпуск сувенирной продукции, издать сборник сценариев, приглашать на свои программы детей и взрослых, возможно, гастролировать. Помочь в этом может победа во Всероссийском конкурсе национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Духовное наследие». Помочь старорусскому Петрушке может любой желающий, проголосовав за проект на сайте конкурса. Алена Сувтина, Олег Федоров, Новости, Новгородское областное телевидение. Это все на сегодня. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды. А я прощаюсь и желаю вам хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова